здравствуйте уважаемые земляки продолжаем цикл наших передач с новыми силами давно мы не выходили сегодня нас гостях сот омунов мой земляк наш активист и у сотел самое на начале нашего интервью я я хочу задать такой необычный вопрос на мой взгляд необычный вопрос когда ты когда объявили карантин ты своих соц сетях в инстаграме опубликовал то что ты стал волонтером и для меня как как для активиста одну как для человека было тоже это твое объявление то что ты стал волонтером она стала для меня как бы порывом тоже пойти в добровольцы но ходит когда мы вот там сказать его волонтере лида мы с тобой много беседовали мы с тобой были в одной бригаде я у тебя спросил почему ты пошел волонтеры ты мне ответил что мне сказал мой 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 отец сказал это сделать я вот знаю то что твой отец очень давно уже до числится без без вести пропавшим и я не скажу что понял до до конца да и вот я хотел бы чтоб ты вот мне и подписчикам если ты готов об этом говорить я хотел бы чтоб ты об этом рассказал меня зовут сот не тридцать два года родился и вырос я кичнировском районе поселке и в народе назвали западный берлин дело в том что когда мне было пять месяцев мой отец без вести пропал и до сих пор считается официально без вести пропавшим и я вот когда немного уже подрос ну как любой ребенок будет спрашивать да там где мой папа и тут вот такой важный момент но я считаю когда ребенку говорят там что-то твой отец умер там да или твой отец там на небесах например да ну как тогда то это одно дело а когда ребенку говорят что твой отец там потерялся и при этом еще говорят что такой он хороший был до человек там спортсмен и так далее при конечно ребенок любой ребенок будет ждать его надеяться на то что он найдется и мое детство вот прошло вот неком таком постоянном ожидании я каждый божий день ждал своего отца там машина подъезжает на улице я выбегаю из дома там смотреть ну машина была редкость в селе все умели там на или вижу там издалека возле нашего дома машина стоит прибегаю домой смотреть да кто приехал и ну я учился в школе на на одни пятерки вообще не позволял себе там низких оценок да там участвовал всех соревнования там конкурсах складывал вот эти грамоты все свои с ребятами там дрался все из-за того чтобы в один прекрасный день там отец придет я ему смогу это все показать тогда ну похвастаться ребенок же и это меня вдохновляло ты ждал этого момента когда да когда вот в старших классах я приехал по листу учиться ну видимо сыграл такой еще подросткового возраста мне этот ко мне пришло какое-то разочарование я уже понял то что мой отец видимо уже никогда не вернется и пришло такое разочарование и с тех пор наверно началась такая жизнь у меня без отца можно сказать но вот когда мне 29 лет исполнилось вот на 30-м году жизни я наконец-таки дождался его дождался его в виде такого голоса можно сказать я не знаю я в детстве видимо ну пока мне там пять месяцев было я услышал его тембр голоса запомнил его поэтому иногда он ко мне приходит это бывает очень редко не тогда когда я хочу ну он сам когда посчитает нужным да он ко мне приходит и бывают такие лайтовые беседы не сплошную там нравоучение какое-то он может это может шутить надо мной там может информацию какую-то говорит там на некоторые вопросы мои не отвечает говорит что типа сам должен не обязательно тебе это знать и меньше будет знать типа больше будешь спать да и вот когда это было в крайний раз 27 или 28 марта это вас не бывает нет на его 27 или 28 марта я посмотрел обращение министра здравоохранения текенова когда он объявил то что у нас появился нулевой пациент и но объявляется вот карантин на самоизоляция но я как обычно там но лежал дома и слышу на его голос ну как обычно там привет сынок и он мне говорит нужно вспомнить одну драку есть честно не понял спиратам что про какую драку он говорит да потом мы уже в ходе беседы начали вспоминать дело в том что когда я вот в школе учился здесь в листе в старших классах мне пришлось участвовать в одной такой массовой крупной драки слава богу там без летальных исходов все это было тогда почему-то в тот период времени здесь в листе несколько группировок разделились на две части одни поддерживали одни другие поддерживают других и шла такая междоусобная война партизанка тогда начинаем называлась и для того чтобы разрешить этот конфликт там шли переговоры я до последнего надеялся на то что она не будет никакой там драки массовой да но договорились об одной решающей решающей типа массовой драки я категорически но не хоть но мне вообще не хотелось идти на эту драку на самом деле оно было страшно потому что ты понимаешь что это там не спортивный какой-то интересно вы не будете там на руках махаться а это там будут лопаты там будут арматуры там будут зажигательные смеси и может случиться все что угодно с тобой или там с твоими друзьями но пропустить я не мог эту драку по двум причинам первая причина это было то что все мои друзья вот городские они состояли в одной из таких группировок я сам не состоял мы не пришивался потому что ну я был колхозником надо мной друзья шутили часто назвали меня гасконцем в то время на вторая причина у меня были но некие такие негласные обязательства в школе той который учился и в силу этих обязательств я должен был представлять школу там интересы школу на такого рода мероприятия и ну вот я вспоминаю эту драку мы выходили со стороны герасименко на чапаевскую улицу оппоненты наши выходили с со стороны 12 школы тоже на чапаевской улице и получилось так что ну мы увидели как впереди кто-то зажег факел зажег факел и этот факел освещает там у первые все ряды очень много людей там и такое сердцебиение все это бьется и в этом моменте у меня как будто бы картинка застывает и вот отец мне мой говорит вот гор цена человек который стоит с факелом это ваш нулевой пациент те тех людей которых этот факел освещает это ваша говорит потенциальная опасность сейчас говорит побегут ваши первые ряды вы сразу же за ними побежите от этого как бы зависит исход этой драки да и и и мне говорит тебе нужно там завтра написать такой-то пост тебе нужно идти волонтеры нужно призвать молодежь чтобы пошли волонтеры ну такие вещи мне говорит да я даже не думал ты да я не думал я сначала там нету бред какой-то на какой волонтер с этом да я никогда даже никогда волонтером него ну и как-то почему я вообще должен идти волонтере пусть кто-нибудь другой идет почему я должен очень призывать молодежь на себя брать там ответственность какую-то да и я с ним как бы сразу не согласился потом ему я сказал может быть там неделю неделя пройдет посмотрим как все складывается да потом еще я пойду там было буду волонтером на что мне отвечают что сейчас у вас разный временной диапазон и значение времени у вас разные есть играет в той драке ваши первые ряды побежали бы да а вы в этой драке первые ряды игры это ваши врачи говорит если бы они побежали и вы на месте стояли бы 7 секунд говорит да то вы бы у вас было бы другой исход был бы и точно так же говорит в этой ситуации если вы будете 7 дней все дома сидеть не помогать всячески там своим врачам и так далее да то у вас может быть тоже картина печальная потом но я все равно до последнего как бы не соглашался это бред меня не поймут там друзья мои не поймут родственники не потерять больше ничего что ли и на что он мне ответила что не самое главное чтоб ты сам себя понял там без разницы кто тебя никому не надо объяснять это самое главное чтоб ты понял смысл своих действий дальнейших и потом не объяснил уже с точки зрения буддистской философии как это все происходит с точки зрения там трансфейлинга реальности и у меня конечном итоге больше аргументов никаких не осталось ну как бы с ним спорить да это я до конца не согласился я говорю у меня жизнь мама еще завтра нужно ну как-то нужно момента преподнести она у меня в зоне риска и она будет беспокоиться там давление сердце и все такое на что мне отвечает что ну я тебе понимаю завтра утром встань не говори что ты со мной разговаривал утром встань когда она будет варить чай ты скажи что у меня есть такие то мысли что стать волонтером там идти помогать спроси и мнение и говорит если если она скажет там не знаю или там но еще как-то ответит спросил в процентном соотношении если она скажет 50 на 50 то принимая решение ну все я уснул так короче и утром просыпаясь смотрю там маму чай варит я говорю матери так и так думаю мысли таки есть волонтер волонтером стать она мне отвечает я не знаю короче я игру ну скажи процентном соотношении как-то относится ну 50 на 50 еще пришлось мне короче стать волонтером я пошел но написал пост как он мне говорил опубликовал этот пост с призывом я считаю что этот пост сработал своевременно об этом но с поста моего очень многие девушки которые пришли волонтере узнали мы они сами говорим ты даже узнал вас моего поста и вот так вот это а еще такой момент он мне говорит что возможно тебя будут люди хвалить этом в соцсетях будут хвалить там может быть при встрече будут хвалить и он мне продиктовал одну молитву которую ну я должен говорить он сказал это для того чтобы вот эта хвальба она не подпитывала твою эго и все я вот так стал волонтером на твой вопрос что за это явление да я не могу ответить однозначно может это шизофрения но я глубоко убежден что абсолютно каждому человеку доступно понять некоторые закономерности этого мира и увидеть или услышать отдельные его проявления только вот но некоторые проявления этого мира на они не поддаются разумному объяснению и тут ну человек с одной стороны признает свою несостоятельность найти объяснение да и выдает увиденное или услышанное за иллюзию а с другой стороны тут же там привыкнуть преувеличивает возможности своего разума и говорят же типа вот мой разум вообразил или там синтезировал иллюзию я считаю что здесь вопрос больше вере вижу да ты веришь на что да вот люди же верят в бога доверят там в иисуса христа вере там в буду да я ко всем религиям очень уважительно отношусь себя считаю буддистом но люди же верь они никогда не слышали же они никогда их не видели правильно но все равно верят и точно так же у меня же есть право верить своего отца я слышу там его голос и и ткель должен быть фундаментальная вера вот как хабиб нурмагомедов верит в то что все что там у него получается это по воле там аллаха да у него фундаментальная вера и только так можно это объяснить очень смело суд очень смело сказать об этом на камеру очень смело да перейдем к нашим как обыденным вещам да вот ты очень смело очень круто выступил на на митинге данными на молебны ты сравнил диму трапезникова с бараном выдававшего себя я не я не оснах видел ситуации самой стране почему ты решился выступить на митинге почему ты призывал людей к выступлению на митинге чтобы люди пришли на митинге потому что санал очиров адвокатов он был был на интервью я это знаки это знаешь он он с твоей подпадачи приехал тут он говорит то что сотни написал а ты приедешь ну слабо вот так и он приехал мы еще удивились помнишь когда он приехал вот почему ты занимал активную позицию почему ты выступал почему ты говорил я я бы хотел услышать ответ на этот вопрос ну что касается санала на адвокатах да и мы в какой то я не помню кто ли в группе то ли где под обсуждение вот это шло да там про вот это назначение и он там активно уже посту написал да а я просто но почему ему написал мне мне стало интересно может быть это ну просто в москве сидит там да и написали да поэтому я ему такой вопрос задал тогда сам либо приедешь что-то типа людей да как бы баламутишь да и на что он ответил что приеду ну и реально там приехал выступал на митингах от и бы я почему ну я реально у меня было очень такое сильное возмущение когда вот у меня был суд и там на суде показывать это мои вот эта видеозапись ну по моему лицу видно то что я очень сильно возмущен там губы надул щеки надул бы брови нахмурил что-то там говорю то есть это реально вот эмоции были такие я пришел на вот этот молебене удивился что там очень много людей пришло да я снимал это все на в прямом эфире в инстаграме и подписчики мои начали писать и посуду выйдите по ну скажи там свою не хотел говорить но не то что не хотел я еду это пост писал что возможно выйду скажу да если там ситуация будет того требует ну если посчитаю нужным да ну потом вот начали потихоньку там вышел второй вышел третий вышел да ну я тоже вышел и высказал свое мнение высказал свое возмущение она была вот реальная такое от души и поэтому я считаю но вот именно до людей как бы бы занес до разнеслось это все не очень многие говорили как какой-то киченежевский пацан сравнил там и я потом смотрю я за я я сначала видимо не услышал что ну или там много 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 народу было смотрел видео на полицейских что все нормально было так и не обратил меня потом я уже смотрю ну это было очень очень круто почему ты перестал ходить на митинге почему ты ты даже просто публиковал почему ты перестал занимать ту активную позицию которую ты изначально занимал для для меня это вызвало определенное огорчение поскольку ты моложе меня и ты из тех кто виде идет ту молодежь которого твоего возраста и по младше люди понимаешь и чуть-чуть чуть-чуть я до омрачился как один говорит выше ну так первый раз первый митинг был 1 октября до или 29 1 молебен сентября 13 большой около двух месяцев до все это происходило по большому счету и вот в ноябре я написал после больше не буду ходить там на битинге там но если так честно говорить мне стало жалко времени своего мне стало жалко энергии свои потому что у меня и у меня цели и задачи вообще по жизни да они как бы вообще не касаются политики да и я к ним иду как бы да постепенно медленно наверное идут но тут как бы вот это активная моя вот эта гражданская позиция сыграла до роль в какой-то момент и я можно сказать отошел от своих целей и прям как бы ворвался в эту политическую вот эту активность активно себя ну и потом я понял то что как бы я вообще учет отошел от своих целей поэтому мне нужно возвращаться к своим делам в принципе все что нужно было от себя да я посчитал ужин что вроде сказал сказал достаточно громко достаточно и бату сергеевича на встрече сказал и чингизу берегова на встрече сказал им на митингах выступил но как бы поэтому вернулся к своим целям и задачам можно так сказать но сам процесс вообще мне как бы понравился мне я не жалею ни о чем я познакомился с ребятами до сих пор с ними дружу и вообще само движение но я считаю породила вот очень хорошие положительные положительное направление вообще общество в республике в целом твое внутреннее состояние так такой же сейчас то есть если завтра будет какое-то возмущение ты тоже по ней делами своим занимать я уже больше не буду ходить на митинге а еще я почему отошел я еще побоялся побоялся переквалифицировать это на личную свою проблему то есть меня очень очень быстро можно спровоцировать то есть завтра есть если вдруг да ну не дай бог там боюсь сестру там уволил с работы да или еще что-то ну так такое какой-то там адам ресурс какой-то бы применился да то я мог бы это уже ну переквалифицировать на свой лично это на свою личную проблему а свои личные проблемы я решаю но совсем как бы другими способами я не я не выходил бы там в пикет и я них они выходил бы в митинге ну то есть я быть могу потерять самоконтроль на самом деле моя импульсивность она может довести меня вот я крайне митинг вот 27 октября я еле-еле там сдержался я еще немного ему просто к самоконтроль свой потерять это привело бы ну таким плохим последствиям может сказать и это вообще опасно для меня там для мои и общину всего прочего извини да не могу не задать вопрос 27 скамейка митинг был после митинга включили песню а дима шираева ты ушел за сцену я видел тебя ты был весь в слезах ты был очень впечатлен хочу как комментарий услышать по этому поводу ты и еще самое главное не только ты печатли ты своим таким поведением многих людей печатли кто тебе увидел те увидели действительно ту искренность тут честность да которую вот не если не унес народные на этом митинге многие об этом не знают но кто стоял за скамейкой это увидели я в том числе ну все это все очень просто я не считаю я же говорю я весь митинг я был в напряжении в очень очень такой сильном напряжении не было ты вышел слова голода я мне было тяжело смотреть на то как на эту скамейку там старики поднимается да это меня решили меня это очень сильно я ей но я говорю я еле-еле сдерживался и потом когда вот ну с песня за игра уже люди начали расходиться я себя как бы чуть-чуть но не то что чуть расслабил себя поэтому у меня вот эти эмоции пошли и слезы начали выходить это обычно человеческое состояние но очень искренне это был очень искренне ты был на встрече батухасиковым просто в своих прежних интервью я почему-то пропускал эту встречу не никогда не никому не задавал вопрос по этому поводу крас охарактеризую итог что тебя впечатлило что ты запомнил изначально когда меня позвонили не хотел идти туда пришел как бы ради приличия но раз там список занесли пойду на это встреча я думал возможно и тем более там типа как закрытая встречи да и думал может бату сердечном какие-то там вещи скажет такие которые люди не должны знать возможно даже там с пониманием каким-то отнестись да но как оказалось мы пришли это просто напросто каждый хуй сказал свое мнение бату сергеевич сказал ну типа все равно типа все будет так как он сказал то есть ничего нового ты не надо и мы все встреча прошла мы все разошлись потом все стали рассказывать про бутылку я знаю что что ты очень хорошо общаешься нам сыжем он живем небо это скрации как он повлиял на жизнь твою на твою политическую активность тот период ну вообще я считаю на мою жизнь сильно повлиял я старался всегда как бы спрашивать у него советуют по жизни да и когда работал еще него водителя ну есть просто смотрел как на человеку порядочного и калмы достойный калмык и успешный вот это меня прям вдохновляло то что он успешно по сути он успешным человеком и я искренне приехал ему помочь в его предвыборной кампании я был финансовым представителем по финансовым вопросам у него но мы все знают не прошли муниципальный фильтр и так на самом деле на этом я как бы думал уж не прошли не пошли все как бы нам с ревик дальше работал там поскольку на там дохода и я так по-своему тут началось да назначили я считаю что бату сергеевич и дмитрий тропезников на сегодня я прям благодарен то что они есть то что они являются тем объединяющим фактором для жителей республики что очень многие модное слово пробудились пробудили стали лезть там пишут очень многие что вы видите где вы раньше были я я очень считаю что это очень хороший показатель то что люди очень многие это обсуждают смотрят то есть начинается развивать определенных гражданского образца и соответственно образованность до данного общества твое мнение об этом я согласен с тобой вообще появление дмитрия трапезникова очень большую роль сыграла вот в этом и но не знаю сейчас работает некоторые мне говорят что здесь даже и знакомых типа вот он это сделал то сделал типа молодец дмитрий это очень хорошо что вы работаете благодарительный фонд ты являешься учительного благодарительного фонда сетлин зале учредителем ты я знаю даже был инициатором вдохновительным этой день связи с чем связана твоя тяга благотворительная деятельность благотворительность и волонтерство свод это одно и то же да даже закон называется благотворительный волонтерской добровольческой деятельностью так всем связаны твоя инициатива такая вообще деятельность расскажи на каком этапе все это сама идея вообще благотворительного фонда она внутри как бы у меня вынашивалась очень долго я просто никак не мог понять с кем начать и когда начали оформить и уже знал как будто да 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 и вот первый раз я написал в интернете написал барти борис не достаивать если не был вообще знаком и немного даже комплексовал я и написал в ноябре что ли вот после того как ну после вот этих всех митингов комплексовал насчет того что если я думаю если я напишу и вдруг она там типа вот оппозиционер вы не захочете посвязываться хотя ну как бы то что хочу и предложить это никак не связано с каким-то там оппозиционными моментами и поэтому ну я написал она ответила мне мы встретили с ней я объяснил как по идее фонда да она мне она меня поддержала и вообще очень радостно уехал от нее потом позвонил диме шараева мы с димой встретились тоже рассказал идеи фонда ну и потом с дианой басхан джиевый феликсом шарваем и лиджиком горе ну фонда и основных вот три направления первое направление это вот развитие и сохранение языка и культуры да это первое основное направление фонда второе направление это дети интеллектуалы то есть будем поддерживать детей интеллектуалов и третье направление это вот спорт поддержка вот начинающих спортсменов как это вообще будет дальнейшем все выглядеть но сейчас например он же не сознался там на один год или на два года у нас очень большие планы и я думаю что он будет существовать десятилетия и на на этот год мы там запланировали конкурс всего ли которым я даже вот назад онлайн есть отдельный этот отдельное видео по конкурс фестивалю этому и по мере успеха фонда исходя из возможностей фонда мы будем оплачивать там дополнительную стипендию детям интеллектуалам которые учатся там за границей или которые учатся в московских вузах данным российских вузах даже возможно будем брать полностью оплачивать полностью их обучение и кто знает там через 20-30 лет может быть фонд выучит какого-нибудь нобелевского лауреата или например ученого потом этот человек будет помогать фонду и точно так же там вы выращивать таких же ученых там интеллектуалов и точно так же пора про спортсменов очень очень много перспективных спортсменов которых часто не хватает денег той же отправлять их например в школу олимпийского резерва и оплачивать вот ты вот отвечая на мой предыдущий вопрос сказал то что обращаясь будет это оставил побоялся там оппозиционер будет думаю чтобы если в эту печать клише оппозиционера на тебе сейчас как как-то на тебя влияет я нормально отношусь да ты нормальный за монет как тебе относятся вот ты это чувствуешь не чувствую что видишь там появление я просто близкие друзья не как были близкими друзьями таки остаются и безра это самое главное и поэтому да бывает там некоторые видишь там как-то мне не это внимание как бы не обращает ну да дальше делай свое дело идешь ты очень творческий человек я знаю у сосуд у нас на гитаре играет на дамбре еще там на инструментов ты любишь петь песни стихи читать у тебя очень хорошая память я много видел видео ты даже при при мне пел песни дата на гитаре стихи рассказывал знаешь очень много связи с чем это тяга ну откуда напоилась действуя ли там 16 летнем возрасте я всегда был творческим человеком этом выучить учился там на дамбре калмыцкой играть на гитаре сам учился пел танцевал но это мне нравилось и очень завидую тебе то что ты родился в той атмосфере родного именно родного языка субкультуре то это хотя я сам кичи не русский но у меня это было но не в степени и не такой огромной степени как у тебя просто я знаю да что такое в дикто и очень много так чисто светло за завидую тебе вот оцени хотела бы стоит комментарий услышать оценку настоящего положения калмыцкого языка и как бы ты хотел это видеть дальнейшем как евдикинский парень то что родное я считаю что через я не знаю ну так скидку через десять лет многие будут разговаривать на родном языке это будет сейчас это будет модным сперва а потом это перейдет в такую же нормальное русло и каждый человек будет понимать почему он должен говорить на своем родном языке я считаю что под живой любой современный а почему должен был сейчас я объясню до любой современный калмыка да я считаю что должен уметь разговаривать на трех языках первый язык русских ну так как мы родились до в россии второй язык английский но это уже по большому счету жизненная необходимость потому что английский язык сейчас все сайты переведены на английский язык ну все на английском языке в мировом обществе и третий язык это родной язык свой родной язык нужно знать я не буду говорить там там грузить там о каких-то там сакральных вещах да а ментальном предназначении да а ментальном значении всего этого но вот например станал ты идешь в москве да к тебе подходят киргиз они часто подходят и спрашивают киргиз то есть мы очень сильно похожи получается они путают правильно ты отвечаешь что мне то я калмыка например на а как тебя вот идентифицировать как ты как отличить тебя что ты вот калмык а он киргиз вот как то есть они по языку друг другу вот мне нравится как анатолий джижеев в своем интервью и вообще он всегда это говорит что и вообще идентификации идет по пяти признакам первый признак это свою культура то есть у вас разная культура у тебя разная культура у киргиза разная культура до 2 это кель язык 3 это шаги религия разный взгляд 4 этот сус и кровь да и 5 это газор земля земля там где ты родился и вот но вот эти все пункты самые самый как бы первый пункт по которому тебя можно сразу идентифицировать это язык соответственно да это понятно и по языку ты ты находишь себя в этом мире по большому счету как калмыто на твоих страницах сочетину в инстаграме что я вас ну тебя смотрим инстаграме ту ленте появляюсь я увидел ты занимаешься какими-то бизнесом платформы интернет бизнес что-то продвигаешь вот хотелось бы узнать чем ты занимаешься чтобы люди знали то очень многие спрашивают где сот чем занимается что делает люди поскольку они думают что мы кичи нервовцы не думаю что мы с тобой чуть ли вместе там не каждый день до встречаемся вот я хотел бы чтоб ты рассказал немного наши подписчиков ну в мае этого года мне предложили стать партнером одной международной компании она разработала свою кэшбэк платформу клиентский сервис и активно его продвигает вот на рынке в россии в странах снг в общей сложности там в 11 в 11 странах и в ноябре этого года компания заходит на американский рынок мне это как бы отозвалось сразу очень интересная как бы идея очень большие перспективы сама компания активно развивает философию умного потребления суть которой в каждодневном каждодневной экономии на своих под привычных покупках и компания вознаграждает партнером то бишь меня награждает за привлеченную сеть клиентов и подключенных бизнесов на платформу поэтому она практически вроде единственная компания которая применим применила технологию сетевого маркетинга именно кэшбэк платформе и ну и уже в 2008 году я был в америке это получается 12 лет назад да и я видел как там все это какой там интернет у нас в 2008 году не было интернет очень вообще плохой был интернет здесь даже сотовых вышли выше практически там но поселом не было только были все было ну а в америке это все все уже стоял в интернет там люди уже вот эти онлайн покупки совершали хотя я очень был удивлен этому да а потом уже вот сейчас уже можно сказать все это к нам приходит и тут в принципе не надо никакими там экстрасенсорными способностями обладать или там деловым мышлением да я считаю что тренд кэшбэка в россии он завод ближайшие годы вырастет вообще десятикратно потому что можно опереться вот на опыт западной европы или америки там 50 процентов всех транзакций до проходит через кэшбэк сервис 50 процентов а в россии это цифра составляет пять процентов а то еще будет развивать есть куда развивать то есть получается что потенциал объема а потенциал роста объема рынка и он будет за ближайший год и там десятикратно это поэтому это очень хорошая хорошая перспективная ниша я посчитал и начал заниматься кому интересно после после эфира я даже вам могу маркетинг план рассказать тоже можете стать партнерами все отлично с одно очень смело интервью вот заключение по традиции я бы хотел бы чтобы ты пожелал нашим подписчикам что не если ты мог бы это как-то творчески выразить то я думаю подписчикам было очень приятно было гитару принести можно сказать в моем репертуаре по новости катаре не я бы хотел родной из любимых я бы хотела бы рассказать секретаре не николая джамбулыча санжио он недавно покинул нас один из достойных сынов калмыкии который всегда болел за родной язык и он написал это стихотарение можно сказать своему поколению своему поколению но это стихотарение она актуальна и сейчас называется но ты поп ты только лишь по паспорту калмы в науке жить под натерев слегка отрекся от родного языка стал сероват штампованно безлип хотя еще по паспорту калмык прелестившись мишурою городской ты в торопях покинул дом родной во власть ночей томительных без снов оставил беззащитных стариков отъезда час был сладким для тебя и мать платок бессильно теребя тебе шептала ласково сынок твой будь для нас неясен и далек не знаем мы что ты встретишь впереди но ты иди решившись путь иди друзей найдешь обычаи их познай только свой язык не забывай а ты забыл ты от всего отвык родным тебе казенный стал язык и сам ты стал казенным от того не потому ли возвратясь село ты матери прождавшись столько лет небрежно бросил легкое привет в науке жить слегка поднаторев родной очаг родной язык презрел одет по моде молод но безлик ты только лишь по паспорту калмык поэтому вот мы хотелось бы обратиться к уважаемым землякам к молодежи да вообще к любому возрасту учите свой родной язык халмык келян досад я не говорю о том а супер там профессиональном языке да да просто хотя бы сперва начните разговор на разговором да и калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном из зданий вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка даунхойрхудл 72 небылицы рассказ диалог кэмэльхэн приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий далэншин джэ гаданий по бараньей лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки константина эрэндженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский самобытные яркие иллюстрации ирины надбитовы прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир книга будет интересно как взрослым так и детям и станет прекрасным подарком каждому кто интересуется калмыцким фольклором первый альбом для новорожденного на калмыцком языке мэндэфт эн би здравствуйте это я так жизнерадостно называется этот альбом стильный современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация калмыцких обучаях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание как положение в колыбель разрезание пул бросание шапки под ножки начинающим ходить срезание первородных волос этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка по вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране